Ребята, всем привет! Вы на канале Ика из Америки, и сегодня мы решили немного повторить наше видео, которое мы снимали почти полгода назад. Саша училась два месяца в американской школе, а вчера она закончила четвертый класс в американской школе, поэтому спросим некоторые вопросики, и она на них ответит. Поэтому погнали! В последнюю пятницу учебного года ребята, можно сказать, не учились, они пришли в школу, кайфовали. Что вы там делали? Прыгали на батутах, ели мороженое, перетягивали канат, играли в регби. То есть, короче, день был вообще классный, еще в этот день Саша надела футболку с эмблемой школы, получается, спереди эмблема школы, и сзади просто белая спина, и ребята расписывались на этих футболках, было очень классно. Саша сегодня пришла со школы, сегодня пятница, сегодня всех попросили прийти в футболочках школы, да, Санька? Вот, Эдисон. Так, давай, куда-то покатилась. Вот, в общем, она ехала в автобусе, ей девочка написала свое имя, здесь это ее подруга Маруся. Так, ну и здесь Лондон, Саша, Зельда тоже Саша дружит, Натан. Так, не все понятно. А, Дэмиан, вот тоже мальчишка, кстати, говорит по-русски, как раз-таки нам и помогает. Он, по-моему, Саша, откуда? Из Молдовии, по-моему, да, вот. Он знает русский, английский, помогает. А зачем вы так, Сашулька, писали? Короче, все пришли вас в таких футболочках, Эдисон, выдавали на той неделе, и всем писали на спинах, ну, короче, на футболке свои имена, да? Как я уже сказала в начале, что подобное видео мы уже снимали полгода назад. Саша тогда всего два месяца ходила в американскую школу, и тогда я сказала, что когда Саша доучится, полный учебный год, у него же будет какая-то такая картинка, так скажем, об школе именно американской. И сегодня мы примерно те же вопросы, и некоторые будут новые вопросы, позадаем. И очень интересно, какое же теперь мнение у Саньки, когда она проучилась почти семь месяцев уже в американской школе. Давайте посмотрим. И первый вопрос, Саша, отличается ли чем-то российское образование, да, и американское образование? Напомню, что Саша в американской школе только семь месяцев, а в России она проучилась все три класса, то есть у неё всё равно, так скажем, есть с чем сравнивать. Вот, расскажи, пожалуйста, именно вот в образовании, то есть как тебе тяжелее здесь учиться было, либо сложнее, ой, либо легче учиться было? Тут легче учиться. Тут из большого материала накидывают по чуть-чуть, по чуть-чуть, и каждую пятницу проверяют, что ты выучил. А в России всё сразу надо выучить. То есть в России закидывали много материала, и вам каждый день надо было учить, или как? А тут вот получается, вы каждый день учите, и только в пятницу закрепляете. Да. И так тебе удобнее, или в российской школе было удобнее? Удобнее в американской школе. Вот, то есть немножко другое здесь по-тругому образование. Может быть ещё, Саша, чем-то отличается, вспомни. А ещё меня удивило, что в Америке не надо носить с собой все учебники и тетрадки, всё лежит в парте. Да, у них есть, получается, парты в школе, которые так вверх откидываются, и достаточно много места. Ребята, получается, у нас рюкзак, только носишь папочки и ноутбук, то есть в рюкзаке, ну там водичка, если кто ланчбоксы носит, мы, Саша, в принципе, кушает в школе. Раньше, кстати, мы носили ланчбокс, потом Саша поняла, что ей лучше и удобнее кушать. Когда компьютер выдали. Да, когда компьютер выдали, стал партфель немножечко тяжелее, и Саша поняла, что лучше кушать в школе, и она, получается, оплачивает, надолго хватает, да, 10 долларов очень прям, мне кажется, на месяц точно хватает. То есть, по-моему, центов 50 стоит обед в этом, за один день, да, если не меньше. Ну, то есть, хорошо, так удобно, надолго хватает. Вот, и когда у Саши, получается, портфель стал тяжелым, мы стали кушать. И классно реально, что ничего не нужно таскать каждый день. Вот, допустим, в данном случае у нас были, был очень большой рюкзак в российской школе, и там идет Саша, идет рюкзак, да. То есть, было, ну, достаточно тяжело, и я думаю, со мной много кто согласится, потому что, ну, в основном у всех так. И как только вот мы закончили школу, то есть, как только Саша 24-го закончила школу, она принесла все, что у нее было в этой партии, там, канцелярию, все учебники, и сейчас это находится дома. Когда она пойдет в школу, ты, наверное, опять это все заберешь, если это понадобится, и это все будет так же в школе. Ну, то есть, это классно, вот, это реально, кстати, крутое отличие, да? И второй вопрос. Кстати, вопросы мы взяли из социальных соцсетей моих, которые я веду, это в частности YouTube, TikTok и Instagram. И второй, Саша, вопрос. Что тебя прям вот сильно удивило, что самое было удивительное, когда я пришла в американскую школу? Думаю, меня больше всего удивило, что мы сидим на полу. То есть, в смысле, на уроках постоянно на полу сидите? Не постоянно, мы сидим на полу только на морге, когда сдаем парты. Сдаете парты? Сдали, когда в последний день парты. А, в смысле? И на физкультуре. А, то есть, вы когда последний день, типа, сдаёте парты, это называется, это когда вы всё оттуда забираете и показываете, что там ничего нет? Да, и выдвигаем их в самый конец класса. Ну, и там уже сидели. Ну, то есть, в школе в российской, конечно же, там сидишь ровно, чуть ли не вот так, не дай бог повернёшься влево-вправо, ну, на тебя уже, так скажем, прикрикивают, да? Вот, а в американской ты ещё, по-моему, тогда рассказывала, либо мне рассказывала, что можно... То есть, можешь сидеть как хочешь. Да, то есть, можешь сидеть хоть как хочешь, чуть ли не ноги на парте, да? Вот, то есть, ну, такая более, что ли, развязная, так скажем, обстановка, но она нисколько не влияет именно на учебный процесс, да? Да. Саша, и мы как-то так всё говорим, и получается, что плюсы только одни, а что вот прям, что не понравилось американской школе, явно же тоже такое есть. У нас нет перемен. Есть только одна большая перемена, на которую мы уходим погулять. Угу. И там ещё потом покушать. Ну, то есть, ребята учатся где-то с 8.45, да, где-то от утра до 2.30 дня, и получается где-то 12 часов, да? Они идут на прогулку где-то 50 минут, да? Нет, поменьше? На 30 минут. А, на 30 минут, и всё, получается, переменок у вас нет. Да. Такое, кстати, было, по-моему, тоже в российской школе было, помнишь, да? В ковид это было или... Нет, просто у нас учительница такая. А, учитель, в общем, поменялся. То есть, такое уже в российской школе было, но здесь... А вы как, сильно устаете или... Ну, всё равно же вы учитесь, всё у вас хорошо, без перемен даже? Не устаем, круто. Угу. Отдыхать нам на вороках дают. А, ну вот, то есть, всё равно какие-то передышки есть, отдых есть. А, кстати, вот смотри, а если, допустим, ребёнок захотел кушать в первые вот эти вот, в первый промежуток времени, когда вы ещё не пошли на прогулку, вы можете в это время покушать или ребёнок ждёт? До того, как мы пойдём гулять, мы можем покушать, что мы с тобой берём. А, ну, то есть, в классе разрешают. Ну, то есть, вот я у Саши спросила, я даже тоже об этом не знала. Получается, когда в школу приезжаешь, можно кушать в 8.30 утра, то есть, можно приехать в школу, покушать, и только потом начинаются уроки. Саша, у нас любитель поспать, поэтому Саша где-то просыпается в 8.10, 8.25, они выходят из дома, и её довозят до школы, да? Поэтому Саша не кушает ни утром в этот дома, ни утром не кушает в школе, да? Вот, поэтому как-то так. Но и снеки ты с собой уже тоже не берёшь, ну, то есть, какие-то Саша кушает только в основном в школе. А во сколько это получается по времени? Едим примерно в 12.40. Ну вот, ну, то есть, спокойно ты досиживаешь до этого времени. И четвёртый вопрос. Как ты относишься к тому, что в школу ты сейчас пойдёшь не 1 сентября, а уже 16 августа? Ну, я расстроилась, потому что узнала это, когда ещё не пошла в школу. А потом побыла в школе, и круто там дома сидеть скучно. Хочу в школу. Да, когда мы только-только увидели вот этот академический календарь, и я, Саша, сказала, что она 16 августа пойдёт в пятый класс, то есть, мы в октябре пошли в четвёртый, и Саша, если честно, очень расстроилась, да, очень ворчала. Но когда, это реально ещё было до школы, когда мы ещё только оформляли документы, но когда Саша пришла в школу, у тебя тоже не было, потому что понимания, как можно учиться, не зная язык, да, то есть непонятно. Вот, и вначале, конечно, она очень ворчала, но теперь, раньше казалось, что всего 2,5 месяца отдыхать это мало, а сейчас кажется, что ого-го, это как много, да, вот, и хочется в школу быстрее, да. И последний вопрос, самый реально актуальный во всех соцсетях, все знакомые нас об этом спрашивают, и я постоянно на него отвечаю. Получается, Саша, 7 месяцев в американской школе, и, конечно же, самое первое, что нас спрашивают, знаешь ли ты английский язык, и выучила ли английский язык? Нет. Саша, как не говорила, там, полгода назад, когда мы снимали первое видео, так и не говорит сейчас, ничего в этом страшного нет, потому что ребёнок всё равно понимает, то есть у неё развито аудирование, она понимает, что говорят на уроке. Кстати, оценки у нас хорошие, и A, и B, то есть это четвёрки, пятёрки, вот, ну, в общем, так скажем, можно сказать, что учится Сашка отлично. Вот, и ты переживаешь, что ты не говоришь на английском? Не переживаешь, почему? Потому что тут легко, тут все к тебе помогают, тут это никак не влияет. Ну, вот как-то так, такое небольшое видео, надеюсь, было полезно, интересно, и, наверное, для тех мам, кто переживает всё-таки за английский язык, ну, как бы, так скажем, сказать, что и два месяца ребёнок ходит в школу, не знает язык, всё окей, и, там, семь месяцев, семь с половиной ходит в школу, не знает английский, и тоже всё окей, и оценки хорошие, и меня ещё, так скажем, не вызывали, а иногда учитель, да, может вызывать, ну, просто поговорить, я даже сама спрашивала, учителю, кстати, здесь не написываешь смс-ками там на телефон, просто мы общаемся через почту, она отвечает, учитель, только тогда, когда она в школе, то есть в свой учебный, ой, в свой рабочий день, да, Саша, вот, и получается, что я написала учителю письмо о том, что что-то может быть нужно от меня, что-то может быть там Саше какая-то помощь в английском, там, ну, в общем, что нужно, в чём Сашку подтянуть, и нам сказали читать и слушать, ну, то есть это такие две основные, скажем, составляющие, и Саша занимается учитель по английскому языку, то есть так, так скажем, плодотворно, вот, и насколько говорят наши знакомые, насколько там ребята, те, кто уже здесь давно, что ребёнок пока накапливает вот этот вот весь английский, да, и потом просто в один момент он может вот так выдать, короче, массу информации и уже говорить полноценно предложениями, и вот я думаю, что так оно, наверное, и будет, но уже, наверное, к концу этого года, просто не учебного, а именно к концу 2023 года, я думаю, что ты уже точно заговоришь, да, вот, то есть надеемся и верим в это, вот, ну и всё, ребята, всем пока-пока, я думаю, что было, и думаю, и надеюсь, что было очень-очень полезно, пока!